К 60-летию первого полёта человека в космос Либерецкое районное телевидение организовало конкурс имени Гагарина. Как проходило мероприятие, расскажет моя коллега Айташ Чирагова. Представь, что там бабушка твоя, бабушка у тебя не строгая. Михаил Лагутин в телевизионной студии впервые и сразу в качестве ведущего. Когда папа спросил Юра, как ты всё успеваешь? Рассказать зрителям ЛРТ интересные факты из жизни Юрия Гагарина решился Михаил Лагутин. Его, как и других призёров конкурса, пригласили на съёмки видеороликов. Когда папа спросил у Юры, как ты всё успеваешь, в ответ услышал, главное правильно распределять своё время. Полторы минуты славы на ЛРТ в качестве награды получили все дипломанты конкурса имени Гагарина. Ребята рассказывают телезрителям интересные факты из жизни Юрия Алексеевича в Люберцах. Иван Ронов вспоминает, он всегда приходил с площадки или с дистанции, мокрым от пота, валился от усталости, а лицо его село радостью. Победили, Николаевич! Кричал он в физруку. О герое Советского Союза написано много книг и статей. Но периоды жизни с 1949 по 1951 годы, когда Юра учился на летейщика-формовщика и проходил практику на заводе имени Ухтомского, говорят, не часто. Особое внимание в творческих работах ребята уделили именно этим годам. Люберецкие школьники при подготовке к конкурсу открывали для себя новые, малоизвестные факты из жизни прославленного лётчика. Гагарин очень любил кактусы, а я кактусы тоже очень люблю. Я прям поняла, что это прям родной мне по душе человек. У меня впечатления только положительные. Я очень рада, что здесь поучаствовала, поиграла. В ремесленном училище Юрий сдружился со своим земляком Тимофеем Чугуновым. Вместе окончили школу рабочей молодёжи на «Отлично», что подтверждают сохранившиеся газетные публикации. Вместе отправились учиться в саратовский технику. На 60-летие Тимофея Андреевича ждали в Люберцах, но жизнь внесла свои коррективы. По состоянию здоровья я присутствовать не смог, но всем сердцем и душой я с вами. Из Люберецкой картинной галереи победители конкурса отправились в музей завода «Звезда», где хранится скафандр Юрия Алексеевича Гагарина. Экскурсию провёл ветеран предприятия, конструктор Николай Иванович Дергунов. Из какой ткани шьют космическую одежду? Как космонавты облачаются в скафандр весом более 100 килограммов? У ребят была уникальная возможность узнать ответы на эти вопросы из первых уст. Потом приехали в 93-м году американцы, сказали, нет, давайте все вместе, вот давайте там, она пусть будет международной, ну, сделаем. Но на самом деле это станция наша, советская, российская. Ястреб, Беркут и Орлан – это не только названия птиц, но и модели космических скафандров. До сих пор американские астронавты заказывают скафандры на Люберецком заводе. Предприятие, образованное в 1952 году, все эти годы остаётся лидером в своей области. Вот обратите внимание, я специально говорил, мы первые в этом, мы первые в этом, мы первые в этом. У нас огромное количество учёных, у нас великолепная наука, великолепная. И впечатления превосходные, мне очень понравился экскурсовод, видно, что человек увлечён своим делом, он прям живёт космосом. Мне очень понравилась экскурсия, много я за свои 13 лет и даже не знала. А сейчас я всё полностью запомнила, он очень интересно информацию даёт, что интересно даже родителям и детям. Конкурс имени Гагарина провели в трёх номинациях – рисунок, эссе и свободная форма. Жюри отсмотрело более 50 творческих работ. Ребята рисовали, пели, представили цирковые номера и видеоролики. Но главное – приобщились к истории нашего округа и познакомились с единомышленниками. В ответ на письмо друга Юрия Гагарина, Тимофея Андреевича Чугунова, все участники конкурса вместе с организатором Еленой Кирсановой записали видеообращение. Его отправят в город Южноуральск, Челябинской области. Уважаемый Тимофей Андреевич, люберцы шлют вам горячий привет. Смотрите, как участники конкурса вас приветствуют.